Наши футболисты забили быстрый гол на 15-й минуте. У РТШ получилась хорошая фланговая атака. Александр Масловский прострелил в штрафной. Антон Багаев пробил с лёта. Защитник Читы сыграл рукой. Пенальти. Алексей Сапаев открыл счёт в матче. Через несколько минут Сапаев отличился ещё раз. Наш защитник быстро навесил мяч к линии штрафной. Багаев сыграл в касание на Андрея Разборова. Удар. Вратарь гостей едва коснулся мяча. Кирилл Кролевец первый на добивании. Буквально следом полузащитник принимал поздравления партнёров. Для радости был повод. Я знал, что есть определённая статистика, что 25 голов. И поэтому ждал-ждал этого гола. Поэтому, ну, такие эмоции. Создав задел, наши футболисты изменили тактику. Прессинг, контратаки. Схема сработала, но с напряжением. Как отметил главный тренер РТШ Сергей Бойко, у команды есть объективные трудности в опорной зоне. У нас проблема с опорными полузащитниками. То есть, если говорить поименно, у нас только, в принципе, Женька Зверев способен выполнять этот объём работы второго опорного полузащитника, который, как сейчас модно называть, бог что бог, со штрафной до штрафной. То есть, у нас просто его нет. Снизить давление на наши ворота помог ещё один тактический ход. Станислав Юдов вышел на замену. Активно сыграл на позиции центрального нападающего. В итоге наша тактика на второй тайм оказалась более действенной. Под занавес матча Иртыш должен был забивать в контратаке. Алексей Мацура не смог переиграть вратаря 4. Иртыш выиграл 2-0. И за счёт большего числа побед вышел на первое место в первенстве. Команда нацелена на максимальный результат. Хорошо мы проводим вот эту вот весеннюю часть. Набрали, в принципе, неплохую форму. Да, вот надо сейчас два последних матча постараться выиграть. И, в принципе, я думаю, всё у нас хорошо будет в дальнейшем. Впереди два поединка. 22 мая на выезде наши футболисты играют с Томью-2. 30-го дома принимают Сибирь-2. Поймает ли Иртыш птица удачи, узнаем в конце месяца. Владимир Истомин, Артём Колесников, Антенна-7. Продолжение следует... Продолжение следует...